Всем привет, с вами Игорь. В этом обзоре экстремального велосипеда вы увидите Бабай чешет спину Варгену, я трогаю циклокроссовый велосипед, Бачар дает 5 лучшему другу, Стас Варген катается в скейтпарке, я катаюсь в скейтпарке. Поговорим мы сегодня о велосипеде в формат 92.12 2018 года. Это дёртовый велосипед, который пришел на смену гоночному велосипеду. Оно и понятно, ведь байкер-кросс в России умер, а дёрт, можно сказать, только начинает умирать. Поэтому продать такой велосипед будет проще, на него больше спрос, поэтому сделали дёртовый велосипед. Для теста нам достался прототип, который мало чем отличается от стоковой комплектации, которая пойдет в серию. И к комплектации вопросов у меня нет. Почти. Поэтому мы сразу приступим к катанию. Так как это дёртовый байк, первый тест мы проведем в Мекке олимпийских спортсменов на БМХ-треке в Саранске. Чувствуете логику, да? Для того, чтобы провести корректное испытание велосипеда на БМХ-треке, нам пришлось пробудить древнее зло. Кирилла Бочарова. Нет, не того дерзкого ногча из 2011-го, а нового Бочара образца 2018-го года. Для сравнения, мы взяли гоночный велосипед 92-12 2016-го года. Да, он не новый, да, он с замененными запчастями, но зато в отличном техническом состоянии. Так как удёртого байка перья короче, мы отодвинули колесо подальше, благо здесь есть регулируемые дропауты и натяжитель цепи на случай, если цепь растянется. Вообще-то, цепь не растягивается. Это изнашиваются пины, соединяющие звенья цепи. Стыдно не знать, молодой человек. Чтобы нивелировать разницу в потере мощности на трансмиссии, мы запустили Бочара по треку накатом и сравнили время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрыв составил одну секунду в пользу дёртого байка. О чём это говорит? О том, что велосипед, за которым ухаживают, едет лучше. Ну и ещё о том, что айконы катят. Впрочем, кто я такой, чтобы следить об этом, дадим слово Бочару. В общем, я покатался на двух велосипедах. На старом мне понравилось меньше. Там была убитая трансмиссия. Когда я пытался разгоняться на первый трамплин, я понимал, что велосипед мне сопротивляется просто самым радикальным образом. На новом, что было классно, были более подходящие покрышки. И, соответственно, ездить на нём здесь было гораздо приятнее. Касательно отличий в геометрии, а достоверное знаю только одно. У нового, короче, перья. Тут вот какая странная вещь получается. Если говорить о раме, то я бы определённо сказал, что лучше поедет старый, так как всё-таки это более гоночная рама, она немножко подлиннее. Тут очень много амплитудных кочек. И независимо от того, что вы делаете, вы просто их качаете, серфите, прыгаете вы их или просто на них смотрите. Если у вас будет пространство для движения на велосипеде, вам будет проще на нём двигаться. И вы сможете и более эффективно ездить, и в целом будет приятнее. Но, с другой стороны, если смотреть на комплиты, то я бы склонялся в пользу новой версии. Потому что это сингл-спид. И на BMX треке не нужен мультиспид. Вообще, от слова совсем. Он всегда едется на одной передаче, будь то BMX, как бы это дебильно не звучало, Hardtail или квадрокоптер. Также здесь вообще не нужен передний тормоз. Это всё просто лишний вес, на который вы будете тратить свои силы при каждом движении, на каждой кочке, на каждом кругу. И в итоге всё это выльется просто в макаронину на диване вечером. И это отстой, поверьте мне. Я это видел, я это делал. Тебе это не надо. Резюмируя, дёртовый байк короче, и поэтому на нём сложнее серфить глубокие ямы и натягивать большие кочки. Но ехать бодро по BMX треку на нём можно. Настало время уезжать. И пока бачар мучительно разбирал свой формат старого поколения, я играючи паковал новую дёртовую пушку. Мы сравнили байки на гоночном треке. Теперь переместимся в самый крутой, крытый скейт-парк Москвы. Это дело мы доверили Стасу Варгину. Для улучшения кровообращения Бабай чешет ему спину перед катанием. Спина почёсана, теперь можно приступать к тестированию. Ещё разочарование. Ещё разочарование. После стандартного набора линий Стас испытывает велосипед на прочность. Нос в колесо сунул. Ноус грэп. В ходе этих испытаний у нас раскрутилось седло. Мы хотели было его затянуть, но что-то пошло не так. Очевидно, инженеры формат решили сделать его спет не просто хорошим, а современным. И к пивотал подседельному штырю добавили передовое седло стелс пивотал. Почему-то у нас в тот день не нашлось 20-сантиметрового шестигранника шестого размера. Но не беда, ведь я быстренько сбегал в холлрайт, и местный мастер соорудил переходник для переходника, для переходника, для шестигранника, и затянул седло. Несмотря на это, байк выдержал проверку, и Стас поделился ощущениями. После этой фразы инженеры формат должны возликовать, ибо Стас Сваргин участвует в Москву Сити Геймс, занимает места в локальных контестах, раздает в Барселоне, и на чем попало, катать бы не стал. Я тоже решил устроить велотестдрайв, чтобы вынести свой вердикт. Ну, что я могу сказать, перья заведены, велосипед хороший. Шутка. Я и правда с удовольствием покатался на этом байке, поездил в ловлрайды, попадал, попрыгал. Если бы у меня не было хардтейла, я бы хотел этот. Теперь настала очередь гоночного байка. Оставим этот заезд без комментариев. У него седло вообще не сжимается. Так, как тебе гоночный байк в парке? Гоночный байк в парке не дергается, не поворачивается, не вылетается, скорость не набирается, и очень длинно и низко. Справедливости ради сравнение нельзя считать корректным из-за комплектации, так как у гоночного байка злая резина и тяжелые компоненты. Тем не менее, по итогам двух этих тестов я бы отдал победу дёртовому байку. Вывод. 9-2-12-20-18 плохое название для байка. Полноценный дёртовый байк. Поговаривают геометрию, разрабатывал сам Илья Бабков. Комплектация добротная, все железки крепкие, всё подось. Немного расстраивают мелочи, вроде баренд, которые крошатся, если вы пытаетесь снять грипсы, или подседелые седла разных стандартов, или отсутствие проставочного кольца в каретке. Вумобой, спасибо тебе, что помог. Подобные косяки случаются и у топовых производителей. Например, у спеша был комплит, у которого, чтобы накачать воздушную камеру, нужно было разбирать подвеску. Или у Норки Рейндж карбоновый, для того, чтобы отрегулировать отскок, нужно было обладать пальцами, сделанными из того же материала, что и робот Т-1000. Но если разобраться с этими мелочами, мы получаем отличный, добротный байк для дерта, парка, пампа и слауна. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня все. Нравится футболка оператора? Жмите колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!